Здравствуйте! Информационный портал Улправда.ру представляет итоги дня. В студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Легковую восьмерку исследуют на прочность. Ульяновские студенты оживили героев картин Пластова. Горячие парни со всей России соревнуются в Ульяновске. 86-летний полковник написал книгу об известных военных, но издать ее не может. Все ли в порядке с легковой восьмеркой? Стоит проверить, чтобы исключить риски обрушений. Геологические исследования уже начались. По их завершению станет ясно, стоит ли укреплять территорию. Кто инициатор и что говорит исполнитель, расскажет Виктория Черкова. Правый берег живописный и опасный одновременно. Его красота таит в себе угроза оползней и обрушений. Место, которое заслуживает особого внимания – легковая восьмерка или спуск Степана Разина. Напомним, почти три года назад на грузовой восьмерке произошел сход грунта. Оползень разрушил дорогу, едва не повредил железнодорожное полотно и жилые дома. Чтобы избежать фатальных событий 2016 года, с приходом весны городские власти решили изучить состояние грунтов, чтобы распознать их несущую способность. Эту работу мы планировали еще провести осенью, но на сегодняшний день в связи с переходом, скажем так, одного состояния в другое, то есть с зимы в весну, соответствующей оттайкой грунтов, мы решили проверить состояние основания. Заказали в Тесизе. Геологи Ульяновского треста инженерно-строительных изысканий приступили к работе на прошлых выходных. Генеральный директор организации Сергей Трибунский уверен в том, что место, которое они изучают, изначально непростое. То есть грунт необходимо укреплять, создавать террасы, а дорожное полотно менять и при том срочно. Вот этот склон он весь оползневой, древнеоползневой. И на этом склоне построена была дорога в 50-60-х годах, которая существует по сегодняшний день. И она, будем говорить, построена и не реконструирована до сих пор, и не отвечает требованиям сегодняшнего дня и требованиям сегодняшних нормативных документов. Пока что экспертиза продолжается, и ее промежуточные результаты держатся в тайне. Геологи получат полную картину состояния оползня примерно через месяц. Далее появятся заботы у дорожников и городских властей, ведь спуском придется заниматься как следует. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Пожарно-спасательный спорт – спорт для настоящих мужчин. Он требует не только хорошей физической подготовки, но и формирует такие важные качества, как самоотверженность, профессионализм и выносливость. Так необходимы и тем, чья работа – спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций. В битве за звание лучшей команды России по пожарно-спасательному спорту сошлись около сотни участников. Подробности у Павла Полового. Сегодня в Ульяновске дан старт всероссийским соревнованиям по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Цель состязаний – популяризация пожарно-спасательного спорта, а также повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства пожарных. Хотя и сейчас Россия – один из лидеров в этом экстремальном виде спорта. Мы неоднократные победители чемпионатов мира. У нас есть рекорды мира по эстафете, в индивидуальных видах по подъему штурмовой лестницы, а также в 100-метровой полосы препятствий. В соревнованиях принимают участие 13 сборных команд, более 100 участников. В составе каждой команды 6 спортсменов взрослой категории. От Ульяновской области выступает команда спасателей из Дмитровграда. Ульяновцы уверены в успешных выступлениях спортсменов. Гордость нашей команды – Евгений Озеров. Он как раз и отличается лучшими результатами в подъеме по штурмовой лестнице. Сам спортсмен готовился к старту, но нам удалось поговорить с его женой, которая каждый раз болеет за мужа и за команду ульяновских спасателей. Прилежный семьянин, дома тоже бывает, но и спорту, конечно, дает очень много времени. Он часто ездит на сборы и тренируется тоже часто. Кроме него в составе сборной спецуправления ФПС номер 87 выступают мастера спорта по ППС Юрий Булычев, Айрат Галиев, Александр Незомеев, Виктор Османов, тренер команды Олег Скалкин. Борьба за первенство ожидается сложной. Каждая из 13 команд-участниц мечтает подняться на пьедестал почета. Наша команда сейчас подняла свой уровень в последние два года. Зональные соревнования выходят на летнюю Россию, с летней России на зимний чемпионат. Это увеличило количество стартов. Да, и сейчас мы присутствуем на зимнем чемпионате России. Следующая цель – это наше зональное соревнование и чемпионат России в городе Оренбурге. Летний чемпионат принимает Оренбург. Зимний Ульяновск. Приемом все довольны, однако дружба не мешает спортсменам быть непримиримыми соперниками в спортивном зале и гостеприимными хозяевами за его пределами. Лукает не буду, конечно, трудности, определенного плана есть, но мы старались. Чем отличается специальная пожарная охрана? Потому что гостеприимство всегда на первой стороне. И мы сделали все, что могли, и даже больше. Программа всероссийских соревнований представлена тремя стезательными видами. Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице и преодоление стаметровой полосы с препятствиями. Команды прошли контрольное взвешивание спортинвентаря. По условиям соревнований штурмовая лестница не должна весить менее 8,5 килограммов, а пожарные рукава, бег с которыми еще впереди, в сумме не менее 5 килограммов. Закрытие чемпионата завтра. После него лучших пригласят в российскую сборную, которая представит нашу страну на международном турнире в Саратове. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Уже завтра в Ульяновске пройдет девятый по счету географический фестиваль «Фрегат Паллада». Главной площадкой фестиваля по традиции станет областной дворец творчества детей и молодежи. В этом году организаторы подготовили 65 интерактивных площадок. Это мастерские, игровые площадки, фотозоны и лектории. Перед входом во дворец творчества установят копию старинного судна. Представители ДСААФ научат всех желающих правильно складывать парашют. Расширяется и живой уголок фрегата. К птицам и хаске добавится мини-зоопарк. Новинкой среди мастерских станет школа лазоплетения от акшуатских мастеров. Около трех тысяч ежедневных гостей мы будем встречать на фестивале. По крайней мере, наша мечта – выйти в этом году на 12 тысяч посетителей. Получится или нет, будет ясно только в субботу. Вторая площадка фрегата «Паллада» – это педагогический университет. Здесь пройдет девятая научно-практическая конференция «Трешниковские чтения», на которой презентуют фильм Владимира Стругацкого об Алексее Трешникове «Хозяин двух полюсов». Девятые трешниковские чтения проводит педагогический университет, приглашая ученых с разных концов страны, мира, с тем, чтобы мы обследовали необходимые материалы, документы, практики земли, воды и в основе своей опять поговорить об Арктике и Антарктике. Фестиваль будет работать с 27 по 30 марта с 10 утра до 4 вечера. Александр Андронов – полковник в отставке, выпускник Ульяновского танкового училища, а также автор книг о выпускниках вуза. Первый том был издан в 2003 году, сейчас на очереди восьмой. Однако простому пенсионеру не хватает денег на издание экземпляров для школьных библиотек. Коллектив «Улправда.ру» подключился к сбору средств. С полковником общалась Рената Алиулова. Есть в людях качество одно, оно дано им или не дано. Когда в горячке бьется пулемет, один лежит, другой бежит вперед. И так во всем, и всюду, и всегда, когда на плечи свалится беда, когда за горло жизнь возьмет, один лежит, другой бежит вперед. Стихотворение советской поэтессы Юлии Друниной, 86-летний уроженец Ульяновской области Александр Андреевич Андронов, любит читать внукам и на встречах с молодыми поколениями. Он – полковник в отставке, выпускник Ульяновского танкового училища. На путь военного встал по наставлению родителей, которые хотели видеть сына образованного человека. У самих на двоих было шесть классов образования. Тогда еще юный Сашка окончил Ульяновский автомеханический техникум. После тоже поступил в танковое. Из училища выпустился в 1954 году отличником. Самые яркие воспоминания об училищу у меня такие, что все преподаватели – это были преподаватели, участники Великой Отечественной войны, заслуженные с наградами, с орденами, медалями, которые как раз период был Корейской войны, они все рвались туда на фронт, писали рапорта, несмотря на то, что они прошли труднейший жизненный путь, это в годы Великой Отечественной войны. И поэтому для нас это были не только преподаватели, высокопрофессиональные, но они были великими патриотами нашей Родины. Все воспоминания о наставниках, сослуживцах, выпускниках танкового андронов начал отображать в книгах. Сегодня свету представлены семь из них. Первый том был издан в 2003 году. Статьи принадлежат не только полковнику, но и его близкому кругу товарищей. Все они основаны на собственных воспоминаниях, рассказах сослуживцев, выпускников и их родственников. Сейчас Александр Андреевич приступил к изданию очередного труда. Значит, само название, само название историческое краеведение – основа патриотического воспитания. Значит, в книге в основном 95% люди – уроженцы Ульяновской области, которые являются знаменитыми в нашей Ульяновской области, или те, которые не уроженцы, но жили, учились здесь, и, соответственно, внесли свой вклад для того, чтобы поднять авторитет Ульяновской области. Здесь и уникальные факты о свирской операции. На странице – судьба и заслуги героев и передовиков сельского хозяйства, медицины. Несколько статей посвящено нынешнему генералу армии Олегу Суликову. В прошлом – курсанту танкового училища одного из подопечных Александра Андронова. Он из семьи военного. Его отец был генерал-майором в обловоенкомом Пензенской области. Но это как-то сразу намекает на то, что вроде бы толкали его. Я могу сказать, он все, что где учился, заканчивал с медалями. Человек умный, ответственный, и поэтому все его заслуги – это являются его заслугами. Ряд материалов носит общественно-исторический характер. Например, статья о национальном формировании, которые тоже вошли в сборник. Были национальные формирования и Прибалтики, латышские, эстонские, литовские, калмыцкие формирования, татарские, грузинские, азербайджанские, таджикские, армянские. Все это было. Он приводит интересные такие цифры по национальности, сколько героев Советского Союза. Прямо по национальности. То есть это очень интересная статья. И она способствует, может быть, капелька тому, чтобы развенчать вот эти попытки фальсифицировать итоги Второй мировой войны. Сейчас в типографии лежит готовый оригинал макет. Восьмой по счету книги Андронова. Однако дальнейшая судьба военного труда неизвестна. Нужны средства. Для 500 экземпляров книги, а именно такое количество необходимо, чтобы размножить во всешкольной библиотеке области, требуется 320 тысяч. Близкие люди, родственники, некоторые ученики и ветераны помогли, чем смогли. Но этих денег хватило лишь привести черновые работы в порядок. Бессилен и областной совет ветеранов. Туда полковник в отставке обращался не раз. О том, что на эти цели нет средств, подтвердил наша съемочная группа по телефону председатель совета Сергей Ермаков. Мы отправили письмо с просьбой о помощи в Министерство обороны Российской Федерации. Все неравнодушные могут помочь в издании книги, перечислив деньги по реквизитам, которые вы видите на экране. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Аркадий Пластов – это не только талантливый пейзажист, но и художник по костюмам. Его эскизы можно увидеть в музее его же имени. А чтобы с экспозицией познакомились не только люди, знакомые с творчеством художника, но и в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, студенты Улгу и девушки из модельных агентств создали показ мод. Образы с эскизов Аркадия Пластова ожили в музее, который носит имя народного художника. Для представителей общества глухих был устроен показ послевоенной моды девушками из модельного агентства. Выставочный проект «Аркадий Пластов в Малом театре» открылся еще в январе, в день рождения художника. Тогда впервые были продемонстрированы фоксимильные воспроизведения эскизов Пластова к спектаклю по пьесе Валентина Овечкина «Настя Колосова», который поставил Малый театр в 1951 году. Экспозиция получила продолжение. Поскольку для представителей общества глухих и слепых она оказалась сложной для восприятия, сотрудники музея решили ее разнообразить. Мы обратились в Ульянский государственный университет с просьбой нам помочь на факультет культуры и искусства. И преподаватели дизайна, костюма предложили нам посотрудничать с выпускниками, которые уже профессионально занимаются кроем одежды в свободное от работы время. Так мы познакомились с Зинаидой Осиповой, которая выбрала ряд эскизов Пластова и по ним сделала свои эскизы. Выпускница Улгу, молодой преподаватель ОДШИ Зинаида Осипова сшила по эскизам Пластова три платья, немного приблизив их к настоящему времени. Вообще Пластов, поскольку спектакль этот выходил в 50-е годы, он естественно ориентировался на то, что было непосредственно в тот момент. А там в наличии были именно натуральные ткани. В основном это был хлопок, ситец различного рода. Сейчас уже, конечно, именно такого ситеца, который был в 50-е годы, нет. Но есть приближенные ткани, то есть тоже состав, в который входит хлопок, лен, которые можно как раз использовать. Собственно, такими тканями я при создании этих моделей и пользовалась. Необычный процесс оживления картин Пластва заинтересовал студентов ульяновских вузов. Учащиеся дизайна интерьера факультета культуры и искусства ОЛГУ по описанию восстановили утерянный эскиз декораций Пластова. Студенты музыкального училища Шадриной воспроизвели несколько произведений композитора Александра Голубенцева, который музыкально оформил спектакль. А ноты после долгих поисков нашли сотрудники музея Аркадия Александровича Пластова. Сначала мы обратились в Малый театр, но Малый театр сказал, что в архиве ноты не сохранились композитора. Тогда на всех сайтах, где встречалось имя, такая фамилия, Голубенцев, мы писали слезные письма, не были потомки, и нашли потомков. Вышли на дочь Александра Александровича. Она оказалась человеком искусства, человеком телевидения. Она озвучивала Степашку в программе «Спокой ночи, малыши». В результате проект «Пластов для всех» объединил студентов творческих специальностей, поддерживаемых педагогами. Они создали дополнительную реальность для людей с ограничениями по слуху в виде реконструированных эскизов декорации Пластова, с дефиле современных нарядов, сшитых по его эскизам, а для людей с ограничениями по зрению в виде небольшого музыкального сопровождения к описанию выставки и тактильного осмотра тканей и бутафории, включенных в экспозицию. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Ульяновских сельхозпроизводителей приглашают принять участие в форуме развития сельских территорий. Он пройдет 1 апреля на базе Государственного аграрного университета. Круглые столы, дискуссионные площадки, экспертные сессии будут посвящены сельскому здравоохранению, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций. Завершится деловая программа пленарным заседанием, на котором обсудят стратегию развития фермерского движения, социальное состояние и перспективы сельских территорий. По итогам заседания будут вручены награды в номинациях «Сельский доктор», «Сельский учитель», «Сельский работник культуры», «Сельский тренер» и «Работник АПК». Напомню, что с 1 июня 2019 года будет утверждена новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Реализация документа будет направлена на повышение уровня занятости и благосостояния сельского населения. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова